Привет всем, меня зовут Оля и сегодня я хотела бы поделиться с вами своими впечатлениями о туре, автобусном туре, который мы ездили несколько недель тому назад, в конце сентября. Итак, это автобусный тур от компании Accord Tour и это путешествие называлось Амурные приключения в Амстердаме и Париже. Ну, уже само название говорит о себе, что мы обязательно были бы в Амстердаме и, конечно, посетили замечательный Париж. Так все и произошло, да, мы действительно были и в Париже, и в Амстердаме, в этих двух чудесных городах, очень обалденные города, которые я рекомендую всем-всем-всем обязательно посетить. Того времени, которое нам давали, конечно же, не хватило этого времени, но все же, как ознакомительный тур, я бы рекомендовала этот тур, если вы хотели бы поехать в Амстердам или в Париж для ознакомления. Сейчас очень кратко про все, где мы были, какие расценки и во сколько нам обошелся этот тур. Про все дальнейшие экскурсии, которые нам предлагались и про отели, в которых мы ночевали, будет тоже видео. Я снимала видео в практически, да, в каждом отеле. В каждом отеле некоторые видео больше, некоторые видео меньше. Некоторые отели отличнейшие отели, то есть не три звезды, как обещали, а были даже такие очень хорошие четверочки. И также были очень-очень плохие отели, в которых, ну, просто даже хостел не угадывается. Итак, все по порядку. Мы заказали наш тур в агентстве и тур у нас на 7 дней. И заплатили мы за тур 330 евро, если около 330 евро. Плюс то, что мы сидели на первых местах, то есть с первого места по 16, если не ошибаюсь, на 16 или 15 место, 16 место оплачивается еще по 16 евро с человека. Так как мы уже заказывали ближе к дате, то есть были либо же самые последние места, 43 и 44, это на калерке, либо же места 13 и 14, вот что осталось. Вот мы их и взяли, эти 13 и 14 место, за которые нужно было еще доплатить. То есть, если вы решили взять заранее тур, то, в принципе, вы можете заплатить и за первое, за первое и второе место, да, когда вам открывается красивый вид на города, когда мы проезжаем, или просто посмотреть дорогу. То есть за это надо заказывать заранее. Ну, у нас как-то мы не думали об этом, потому что мы хотели путешествовать самостоятельно, но, просчитав самостоятельные расходы, получилось намного дороже. Да, вот, и мы решили все-таки поедем туда с туром, посмотрим, какие города нам больше понравятся, и в тех городах мы бы приехали бы еще раз. То есть мы уже знаем, что хотим обязательно вернуться в Париж, обязательно вернуться в Голландию, так как времени там, говорю, что еще раз не было, чтобы все посмотреть. У нас еще осталось то, что мы еще хотели посмотреть. Пора каждую страну я расскажу отдельно дальше в своих видео. Итак, что у нас было, что у нас было первым? Первым мы... Сейчас посмотрим мои подскажечки. Первый день мы собрались во Львове. Вот еще один минус, если вы живете где-то на юге, как и мы, то есть вам придется еще доезжать чем-то. Вот мы ехали машиной, заняло около 10 часов, чтобы доехать до Львова. Итак, отправление во Львове с терминала А в 8.30. Было все четко, все хорошо, в 8.30. Приехали... Границу надо было пройти, границу между Украиной и Польшей. Заняло это около 2-3 часов у нас, то есть долго. Около 3 даже часов у нас заняло это, то есть мы потеряли много-много времени. Хотя, когда назад возвращались, мы очень быстро прошли границу, буквально за полчаса. Лучше бы мы так ее прошли, когда мы въезжали на Польшу, но нет. Нас попросили всех выйти с автобуса, со своими чемоданами и просканировали чемоданы, просмотрели паспорта, поговорили с нами, поставили штампик. Все просто, но, несмотря на то, что у нас 40 человек, 45 человек было, или 47 штука вместе с водителями и сопровождающим, поэтому получилось так, что нам еще пришлось выходить и потерять еще каких-то вот полчаса. И так как перед нами еще была пара автобуса, с которыми тоже так же само люди выходили, поэтому тоже прождав, мы потеряли в итоге 3 часа. Приехали мы во Вроцлав, в Польшу, около 7 часов, если я не ошибаюсь, и там мы погуляли всего лишь полтора часа, и через полтора часа мы уехали в свой отель, который находился не во Вроцлаве, а в Лебнице, до которого еще надо было ехать. Ехали мы туда около, даже не знаю, от Львова до Лебницы самой, 660 километров, но мы сделали остановочку в Вроцлаве и там погуляли. Ну, за это тоже спасибо, отлично. Дальше у нас на следующий день у нас был Берлин. В Берлин мы от Лебницы, от нашего отеля до Берлина, 280 километров. Около 3 часов, и мы выехали в 9, 9, и приехали туда в 12, в 12, в 30, мы уже гуляли. У нас было тоже немного времени, было пару часов до 5, и в 5 часов мы отправились на следующее наше место ночевки, который находился в Девентере. Девентер – это на территории Нидерландов. Отличнейший отель, самый лучший отель. Отлично, просто, просто классный. Завтраки – обалденные, завтраки просто-просто обалденные, где подают семгу на завтрак, где круассаны свежайшие, только с печки, то есть настолько теплые, настолько хрустящие, просто-просто вкусняшка. Бекон, бекон тоже вкусный, ну, все было очень-очень-очень вкусно. Вот это вот отель, который мне больше всего понравился. Дальше у нас было в Амстердаме, в Амстердам мы приехали через час с нашей ночевки, что всего лишь там 100 километров до Амстердама, с нашего отеля. И там мы гуляли до полвосьмого, приехали мы, как бы это и не соврать, приехали мы около 11 часов. Вот, то есть было, в принципе, много времени для тех, кто гулял. Так как мы поехали еще на экскурсию, мы погуляли уличками Амстердама, мы были в таких известных районах, как Красный квартал, Красных фонарей, и также были в кофешоп, то есть мы успели все. Об этом тоже я расскажу позже, про каждую страну, и что мы делали там, и куда следует поездить, что надо, что следовало бы увидеть и посмотреть. Вот, следующее, что куда мы с Амстердама, мы поехали в Брюссель. С Амстердама в Брюсселе у нас 220 километров, и в Брюсселе у нас была ночлежка. Там мы и ночевали. Дальше у нас по плану должен быть Бариж, но мы заехали еще в Брюсселе, в Брюсселе тоже походили два часика, то есть увидели писающего мальчика и писающую девочку, съели в Африи и побежали, поехали, точнее, в Париж. В Париже мы приехали в Париж, от Брюсселя до Парижа 300 километров, то есть это около 3,5 часов для автобуса. Мы доехали 3,5 часа, и мы приехали туда около 6, нет, не 6, около 5. Была у нас такая обзорная быстрая экскурсия по Парижу, автобусная, и потом уже свободное время, либо же экскурсия опять-таки, кто заказывал экскурсии, кто сам ходил. Поэтому у нас в Париже было на первый день, в Париже на 2 дня. На первый день, это с 6 вечера и до полдесятого. Полдесятого мы гуляли там и поехали потом в свой отель. С утра на следующий день у нас, кстати, мы ночевали в ужаснейшем, ужаснейшем отеле. Это был просто кошмар, это просто кошмар, я не передать ни словами, это надо просто там пожить, и это просто ужас, ужас. Вот, мы приехали в Париже. Единственный плюс этого отеля, это то, что он находится возле метро, поэтому мы поедем, и кушать в Париже нечего, поэтому запасайтесь, не знаю, дома берите все, что мы тоже брали мивину и ели мивину там, потому что, ну, реально было кушать нечего. Один круассан и холодное кофе или какао, все, и больше ничего. Поэтому берите с собой что-то, какой-то чай, какие-то печеньки, просто на Париж, если вы вдруг, в случае чего, вы поедете именно в этой экскурсии, просто будьте готовы к тому, что, ну, очень-очень-очень, во-первых, холодно в отеле, а во-вторых, ужасно кормят. В Париже ужасная кормежка, поэтому не рассчитывайте на какой завтрак. Дальше, что у нас, дальше мы, второй день, у нас свободный день, либо же экскурсии, у нас был свободный день, то есть мы, я расскажу уже после, что мы делали и где мы успели, куда мы успели и куда мы могли успеть. Да, с 8 часов, и мы встретились в 4 часа. Мы встретились в 4 часа возле автобуса, и дальше мы поехали в, должны были поехать по плану на территории Берлии, на территории Германии и ночевать в Хоккенхейме. Но непонятно почему, сопровождающая группа нам не так ничего и не объяснила, не сказала ничего, мы приехали все-таки, мы остались на территории Франции, и опять-таки, опять ночевали в этих отелях. Этот отель немножко был получше по сравнению с предыдущим, но завтрак был же такой же самый, то есть холодный чай и этот кросса. Приехали мы туда, поночевали и уехали в Прагу. Ехали мы 500 километров, то есть это около 6 часов. В этот день, кстати, мы проехали около 1000 километров. То есть до Праги мы доехали 500 километров, и от Праги мы должны были поехать уже 450 километров до городка в Польше. Итак, значит, в Праге мы погуляли буквально 2 часика, было у нас времени 2 часа всего лишь. И то мы приехали около 7 часов, и то есть у нас было времени до 9 часов. Очень-очень времени мало, успели, ничего не успели практически. И дальше мы поехали на свой отель, который находился 450 километров от Праги. Отель шикарный, хоть под конец уже отель был шикарный, отличный отель. От того, что мы приехали в отель около 4 часов утра, ну, ужасно было спать, конечно, в автобусе, как бы без ночных переездов, понятно, но, тем не менее, то есть ты до 4 утра, ты просто не можешь там просто смотреть в окно или играть в телефон, то есть по-любому ты заснешь и хочешь спать. Приехали мы в отель, и выехали мы в 12 часов, и так поехали мы в Краков. От нашей ночлежки до Кракова было всего лишь 90 километров, то есть мы сделали это за час. В Краков, приехали в Краков, Краков не порадовал нам с хорошей погодой, был дождик, зонтиков у нас не было, вот, и как бы погуляли мы, конечно, по сравнению с Парижем, Страдамом, Краков вообще не угадывается. Возможно было, что там и хорошие места где-то, ну, мы что-то походили по уличкам особо, сделали пару фотографий, потому что, опять-таки, было очень прохладно и вот, и такое дождь, поэтому мы вот эти 2 часа погуляли и пошли, и поехали мы на Львов. На Львов приехали мы, на Львов 350 километров тогда было, то есть 4 часа мы сделали это, и приехали мы во Львов, в терминал А, где стояла наша машина, мы приехали 12 часов. То есть, в принципе, все по плану, все хорошо, из-за того, что мы быстро прошли границу. То есть можно было, в принципе, в Краков погулять и больше, но как-то все уже так подустали, но я чувствую, что я подустала, не хватило этих 2 часа. Вот на этом все, и в следующем видео я буду рассказывать вам про экскурсии, какие можно взять экскурсии, а какие не стоит. Стоит ли брать вообще экскурсии, или можно походить самостоятельно и посмотреть. Все, пока-пока, до следующего видео про экскурсии. Смотрим и ставим лайки. Продолжение следует...